Приветствую друзья! Сейчас мы разберемся с тем, можно или нет есть жиры при диабете, какое значение имеют жиры на развитие сахарного диабета и что нам с жирами в нашем питании делать. Итак, обычно при заболевании с сахарным диабетом врачи назначают нам строжайшую диету. И основным принципом и одновременно самым большим заблуждением такой диеты является то, что жиры при сахарном диабете должны употребляться по минимуму. Почему же это неправильно? Во-первых, жиры крайне необходимы в нашем питании. Крайне необходимы, потому что все тело наше состоит из клеток, а клеточная оболочка в основном состоит из жиров. И вот эта клеточная оболочка очень важна для нас. Жиры прямо влияют на эластичность этой клеточной оболочки. И во-вторых, к диабету приводят совсем не жиры. К диабету приводят сахарному диабету второго типа, в первую очередь. Я о нем говорю, его больше 90% всех случаев диабета. К сахарному диабету второго типа приводит дисбаланс сахара в крови и инсулиновая резистентность. Это совершенно не жиры. А во-вторых, кушать меньше жиров, но налегать на углеводы, на простые сахара, это равносильно тому, что есть только жиры. В принципе, вообще больше ничего. Потому что тот избыточный сахар, который мы получаем из углеводов, из сахаров, из простых углеводов, потом откладывается в организм в виде жиров, просто-напросто, и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и еще многих и многих болезней. Давайте мы рассмотрим несколько вариантов питания, несколько вариантов диет, где употребляются в очень ограниченном количестве или вообще не употребляются совсем жиры. Или если мы используем жиры при сахарном диабете, и мы точно увидим, что реально помогает побороть недуг, а что является совершенно бесполезным в преодолении сахарного диабета. Меня зовут Игорь Целинчук. Вы на канале Международного института здоровья человека, и самые полезные вещи вы увидите у нас. Итак, считается, что насыщенные жиры, насыщенные жиры, это животные жиры в основном, при сахарном диабете особенно повышают уровень плохого холестерина или липопротеина в низкой плотности. Но дело в том, что при росте плохого холестерина или липопротеина в низкой плотности, также растет уровень хорошего холестерина. А уровень хорошего холестерина очень благоприятно воздействует на наш организм. Множество исследований научных и в Англии, и в США, и в Канаде, они показывают, где насыщенные жиры в достаточно большом количестве используются, и низкое содержание углеводов, быстрых углеводов. При сахарном диабете такое питание вызывает достаточно благоприятное, вообще самое благоприятное для здоровья, соотношение холестерина-липопротеина в высокой плотности и липопротеина в низкой плотности. И также снижается лишний вес в два раза сильнее, чем по сравнению с теми диетами, где обычно очень и очень низкое содержание жиров, но зато присутствуют углеводы. И самое яркое исследование, в котором сравнили диеты, в которых основе лежат жиры при сахарном диабете в ограниченном количестве, где мало жиров при сахарном диабете, и такие диеты, где преобладает низкая гликемическая нагрузка, то есть это уменьшается потребление быстрых углеводов, и идет тщательный отбор углеводов, чтобы у них была низкая гликемическая нагрузка, низкий гликемический индекс. Какие выводы сделаны по результатам этих исследований? Если жиры при сахарном диабете сократить до ничтожного минимума, то это очень плохо отражается на состоянии здоровья, потому что уровень глюкозы натощак намного увеличивается. А если полезные жиры при сахарном диабете употребляются в разумном количестве, и плюс низкая гликемическая нагрузка по углеводам, это дает человеку значительное снижение уровня глюкозы в крови натощак, и увеличивается хороший холестерин, и снижается при этом плохой. Собственно говоря, это наши ученики в 90-дневной программе антидиабет, все чувствуют на себе. Кстати, я провожу совершенно бесплатно мастер-класс двухчасовой, на котором вы подробно узнаете обо всех этих вещах. Вот здесь вот кнопочка регистрации, регистрируйтесь, пожалуйста. А мы продолжаем. Самая реальная угроза при сахарном диабете – это сахар. И сахаросодержащие. И простые углеводы. А совсем не жиры при сахарном диабете. Раньше, даже после многочисленных исследований, никак не могли долго принять тот факт, что не жир представляет самую большую угрозу для диабетиков. А все-таки именно сахар. То есть большое количество углеводов, быстрых углеводов, которые потом превращаются в сахар в крови. А на научном языке это диета, где высокая гликемическая нагрузка. Вот это представляет собой самую большую угрозу для людей с сахарным диабетом. В ходе исследований что еще было обнаружено? Что именно когда человек употребляет слишком много углеводов, сладкой пищей, это приносит намного большую угрозу человеку, чем если бы это были бы жиры. Почему? Потому что из-за углеводной пищи человек, кстати, набирает лишний вес при сахарном диабете 2 типа. Почему? Потому что избыточный вес сахар из углеводов, он откладывается в виде жиров, триглицеридов в нашем теле. Кстати, и уровень триглицеридов в этом случае в крови тоже высокий, а уровень триглицеридов в крови, это тоже очень серьезный симптом, показывающий на высокую угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. А при избыточном весе страдает сердечно-сосудистая система и сахарный диабет тут как тут. Потому что избыток сахара напрягает нашу поджелудочную железу и сначала происходит жировой гепатоз печени, то есть печень зарастает жиром, а потом жиром зарастает поджелудочная железа и перестает так работать, как должна была бы. Но когда вообще этого не происходит, когда поджелудочная железа заросла жиром, то есть полностью, у нее бета-клетки поджелудочной железы не работают так, как нужно, и тот инсулин, даже который вырабатывается, он неэффективен. На клетке тела он не воздействует, и возникает инсулиновая резистентность. И тогда наступает сахарный диабет. Как вообще? Что с этим делать? Что делать с питанием на самом деле? Откуда берется вообще вот этот плохой холестерин липопротеинной низкой плотности? И где взять хороший? И как вообще это связано с сахарным диабетом? Оказывается, это сказочный миф такой, знаете, что если употреблять продукты с высоким содержанием холестерина, то это повышает холестерин в нашем организме. На самом деле, сколько угодно, например, яиц съешьте в день, это вообще никак не повлияет на колебания холестерина в организме. Почему? Холестерин, дорогие друзья, вырабатывается в нашей печени. А необходим холестерин людям, жизненно необходим, для синтеза очень многих гормонов, например, кортизола, тестостерона, эстрогена, прегестерона. Если человек находится в стрессовом состоянии, у него вырабатывается много кортизола. И сразу идет повышение холестерина. А если употреблять большое количество сахаров простых, простых углеводов, это сладкая пища, сладкие напитки, углеводы с высокой гликемической нагрузкой, это мучное, картошка, очень сладкие фрукты, например. А потом еще злоупотребить алкоголем, наша печень начинает сразу вырабатывать плохой холестерин, причем в массовом порядке. И идет процесс превращения избыточного сахара в жир, так как я уже вам рассказывал. А на самом деле, если вы будете при сахарном диабете питаться так, что у вас жиров практически не будет в питании, а за этим еще подтягивается низкое содержание белков, то проблемы с снижением жизненно важных гормонов, они не заставят себя ждать. А жизненно важные гормоны, на самом деле, это то, без чего организм не может эффективно функционировать. Например, у мужчин точно пострадает тестостерон. А на самом деле это тянет за собой увеличение веса, перепады настроения, вечную усталость, заболевание сердца, снижение полового влечения, импотенцию у мужчин и так далее. Это вот снижение тестостерона. Кстати, если правильно мужчинам откорректировать уровень тестостерона, это тоже поможет встать на путь к выздоровлению от сахарного диабета. Какие важные жиры необходимы, абсолютно необходимы при сахарном диабете? Омега-3 жирные кислоты крайне важны для того, чтобы справиться с сахарным диабетом. Омега-3 жирные кислоты, они содержатся в морской рыбе холодноводной, которая в холодной воде живет, в семенах льна, в семенах чиа, в тыквенных и даже во всех видах орехов. Больше всего это в грецких орехах есть. Есть множество причин, по которым нам надо увеличить в своем рационе жиры омега-3 при сахарном диабете, а именно количество тех продуктов, которые содержат омега-3 жиры. Почему? Потому что они снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшают кровоток, потому что они уменьшают слепание тромбоцитов в крови, они понижают артериальное давление, они снижают уровень триглицеридов, они повышают чувствительность наших тканей к инсулину. У них, у жиров омега-3 противовоспалительные свойства, очень эффективные, и они помогают восстановить структуру поврежденных тканей, которые вызваны процессом гликирования. То есть, оболочка из сахара на наших поврежденных тканях становится клетки, они покрыты слоем молекул сахара. Это называется гликирование или гликация. И еще омега-3 жиры, они повышают, повышают, причем серьезно повышают, уровень гормона 1-апектин. А вот гормон 1-апектин, он снижает уровень сахара в крови и сжигает лишний жир. А это как раз то, что нужно для выздоровления при сахарном диабете. Поэтому, когда мы добавляем в наш рацион ежедневно столовую ложку семян, льна, например, горсть орехов, это очень быстро, достаточно быстро приведет к вам самым лучшим результатом выздоровления от диабета, когда вы увеличите в своей диете полезные жиры до необходимого уровня. Кстати, детально вот эти все вещи вы узнаете на моем мастер-классе, я его провожу бесплатно, «Как победить сахарный диабет второго типа». Вот здесь вот кнопочка регистрации, регистрируйтесь. А мы продолжаем. Итак, есть ли ваша цель побороть сахарный диабет, что обязательно необходимо? Я рекомендую сократить употребление мяса и молочных продуктов, а также обработанных пищевых продуктов. Это очень важно. Сократить, я не говорю полностью отказаться, хотя вот молоко пастеризованное, которое продается в супермаркете, можно от него и полностью отказаться. Это совершенно неполезный продукт. А вот сократить и лучше вообще отказаться от обработанных пищевых продуктов, то есть то, что продается готовая какая-то еда, а еще особенно в упаковках и так далее, от этого надо отказаться. Надо выбирать продукты с низким геохимическим индексом, с низкой геохимической нагрузкой. Мы в 90-дневной программе этому детально учим. Нужно кушать в разумных количествах жирную рыбу, которая содержит омега-3 жиры. Например, какая это рыба? Это, например, скумбрия, сельдь, лосось, форель, сардины. Вот такая вот рыба. Холодноводная, жирная рыба. Я рекомендую ее есть как минимум 3 раза в неделю. Каждый день съедать горсточку семечек льна, чиа, может, тыквенных семечек или грецких орехов. И есть яйца от домашних кур. Это тоже очень полезно, дорогие друзья. Вот это простые советы, которые помогут при сахарном диабете максимально эффективно при сахарном диабете второго типа максимально эффективно с ним справиться. Напишите, пожалуйста, под этим видео, какие у вас есть вопросы. Я на них регулярно, регулярно отвечаю. А я, Игорь Царинчук, желаю вам счастья, радости, крепкого здоровья, всего, всего самого лучшего. Увидимся на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok